Христос Воскресе! Приветствую вас, многоуважаемые телезрители! В сегодняшний день и всю наступающую неделю Православная Церковь посвящает женщинам. Именно этот праздник мною называется Международным Женским Днем. «Чтобы не сводить вас, дорогие женщины, до уровня Клары Цеткин, но возвести до высот святых жен-мироносиц». Скрытые своим незаметным служением за проповедями и делами Спасителя и апостолов, Жены-мироносицы выступают на первый план евангельского повествования только в истории Воскресения Христа. Центральное, можно сказать, во всем Евангелии. Они стоят у креста в то время, когда апостолы-мужчины испуганно растворились в толпе. Они присутствуют на погребении Христа в пятницу, покупают благовоние и выжидают субботу, чтобы не нарушить покой священного мрака гробовой пещеры, где лежит причистое тело, и идут помазать Христа на рассвете Воскресения. Они видят пещеру открытой и ангелов, ангела, сидящего на камне, который возвещает им радостную весть о воскресении Христа. И они, в свою очередь, спешат сообщить об этом апостолам. Каждая из них несла свое миро со своим благоуханием. У каждой из тех женщин была своя индивидуальность и свой вкус. Марфа – хозяйка и Мария – мыслитель. Мария Магдалина – покаявшаяся блудница, самая дерзновенная и бесстрашная. Соломея, просившая Господа за своих сыновей Иоанна и Иоакова, чтобы сесть им по правую и по левую руку от Господа в Царствие Божие. Иоанна – знатного рода, аристократка. А ведь, всмотритесь, не поменялась женская сущность за две тысячи лет. Вы – такие же хозяйственные, заботливые и ответственные. Что же отличало этих женщин, жен мироносец, от всех? Их отличала искренняя любовь к Сыну Божьему, открытость к Его учению, потребность следовать словам Спасителя. Именно из этой высшей любви происходила их верность и готовность служить до смерти. Знаете, все те пожелания, которые говорят обычно 8 марта женщинам, мне бы хотелось вам тоже сказать, но в духовном преломлении. Первое из них – будьте любимыми и любите. «Любите высшей, совершенной любовью, подобно женам мироносецам». Весь мир строится на этой любви, не страсти, а именно любви, потому что это та сила, которая побеждает смерть, болезнь и преодолевает разделенность двух людей, которые до грехопадения были кость от кости и плоть от плоти. Ведь кто такая женщина? Это незаменимая и бесценная, и равноценная в определенной мере противоположность мужчины. Составная дихотомического ряда, которая вместе образует гармоничную природную цельность. А еще мне хотелось бы пожелать вам – любите Господа. Тогда эта двоечность станет троечностью наподобие Святой Троицы, которая сама есть бесконечная любовь. И тогда достигнете совершенства. И не только плетение волос будет украшать вас, как говорит апостол Павел, но внутренний свет, исходящий из глаз, согревающий тепло заботливых рук. А еще будем помнить об особой любви, которая являет нам воплощение предельного своего свойства. Нет больше той любви, чем положить жизнь свою за друзей. И мы видим примеры исполнения этой меры в крипте храма памятника в Минске. Но мы можем увидеть их в каждодневном служении, заботе и отречении от своего ради другого человека. Ведь именно так поступали жены мироносицы. И я знаю, что многие из вас поступают так же. И следующее мое пожелание вытекает из предыдущего. Будьте счастливы. Имейте счастливые семьи. Если каждый член семьи поступает по закону любви, о котором мы говорим, то семья становится малой церковью. А где Бог, там все расцветает, там полная чаша. Счастливая христианская семья – это самый убедительный довод того, что Бог действительно там, где двое или трое собираются во имя Его. Не бойтесь трудиться для счастья. Ищите счастье в буднях и горестях, как бы трудно ни было. Счастье – это самые крепкие семейные и дружественные узы. К счастливому все тянутся, чтобы отогреться в лучах радости и доброты. А еще будьте нужны людям. Когда-то мне услышались чудные строки. Не помню, правда, имени поэта, но желаю подарить эти строки вам, милые наши женщины. Я хочу пожелать вам счастья, даже если оно у вас есть. Чаще всем и себе улыбаться, чтоб друзей у вас было не с честь. Я хочу пожелать терпенья. Жизнь порой тяжела, горька, но отбросьте свои сомнения, ведь надежда, она жива. Вам любви пожелать хочу я, без нее наша жизнь пуста. Надо жить полноценно, рискуя, чтобы пела у вас душа. И еще мне искренне хотелось бы, чтобы сердца слушающих эту передачу почувствовали то ликование, которое испытали жены мироносец, когда узнали, что Христос воскрес, что Он жив. Именно это чувство должно переполнять нас в этот третий воскресный день после пасхального чуда. Вот почему я бы желал, чтобы этот праздник прижился в народном сердце. Пусть ваша добрая чуткость, большая нежность, необычайные терпения станут бальзамом утешения, нежностью оптимизма и приветствием жизни. Воистину, Христос воскресе! Христос воскресе!